Итак, друзья, мы продолжаем серию, надеюсь, длинную. Вот, называется «Воспоминания о будущем сибирского садовода». И вы видели уже первую серию, кто видел, или видите вторую и четвертую. И вот здесь я ответил, в серию я сделал паузу, чтобы не быть голословным. Я взял и пропустил ее, и сейчас я и занимаюсь. Напомним, мы с вами говорили о гриле. Вот, почему? То, что отказались от него, вы потом подробно прощете, да? Я не буду сейчас комментировать, потому что вы уже, по идее, должны все это знать или узнаете отдельно. Вот, но великий ученый, по чьим следам, я не знаю, этого прошелся, свою ложню проделал. Вот, все это вы знаете, как величайшие учреждения научные присвоили мои фотографии, это вы знаете. Вот, примеры дебилизма знаете. Вот, я сейчас ничего про это не буду, просто кто-то может взять, вот этот текст прочитать отдельно, еще раз включить отдельно. Почему здесь эти девочки, вот, это школьная доска, это школа, это они позируют. Вот, я не извращенец, вот, хотя на такие задницы смотрю с удовольствием. Речь о другом. Я буду доказывать, что у этих девочек, у них никогда не будет здоровых детей. Вот, а, к сожалению, родители, нет, их будущие мужья, когда свершится роды, и родители мужей никогда, к сожалению, не узнают, что у них на самом деле дети гибридные. Я вас просто все заинтриговал. Вот, Мичурин, об этом поговорим. Вот, вегетативной гибридизации, которая не существует, по мнению науки, современно. Это вы потом прочтете. Ложность теоретических воззрений. Про Лысенко мы еще не говорили. Вот. Это я просто проскальзываю для чего? Показать вот этих несуществующих вегетативных гибридов перед вашими глазами. Вот такие деревья не существуют в единственном мире экземпляре. Вот такое, например. Вот. Вам это не снится, поверьте. И это самое. Нет таких, даже в торговле, чтобы купить какой-нибудь узбекский или молдавский. Вот. Моя ученица продвинулась до 133 грамм. То есть она уже превзошла учителя, то есть меня. Так, сейчас поправлю экран немножко. Вот так, наверное. Вот так. Вот. Это тоже одна из моих вишен с генами черешни. Ой, она тут ни при чем. Вернее, она не виновата, что у нее получились черешни. Вот. И вот последний мой гибрид. 21-й год, август. Вот. А они не существуют. Поэтому я вынужден с вами продолжить этот разговор. Вот. Еще чуть-чуть, если вы не увидите серии, потом будете останавливать в любом месте свойства этого самого. Вот. О том, что, еще секунду, у человека, Сечина, которого мы считаем великим, преклоняемся, содержание книги ясно приводило к выводам об отсутствии у человека бессмертной души. И вот это, то, что он пришел таким выводом, восторженно восприняло прогрессивное человечество. А потом они надели. Кожанки прицепили револьверы к поясу и пошли грабить церкви, а потом еще их и взрывать. Уже ограблено. Вот. Умер Сечина в 1905 году. Господи, его душа где сейчас? В раю, в аду. Вот. Страшное ученые. Вот. Мышечное движение. Ладно, нет, как говорится, та самая, как говорил покойный Евдокимов, юмориста. Некогда мне с вами лясо тащить. Ломарка мы прошли с вами. Самое главное, вот оно. Концепция пяти элементов. Эфир, который я называю биополем. Все, ребята, теперь дальше не буду. Мы сейчас переходим в... Вот сюда. Фото плодов железового в чужих садах. Для чужих условно, потому что там мои клоны. Там мои семена. Это будет доказательством того, что наука не просто остановилась в своем развитии. Она, по-моему, уже не способна. Нужны другие люди, другая программа обучения. Вот. И давайте мы с вами пробежимся. Очень коротко, в течение двадцати пяти минут. Вот. Фото сорта борцов, клонов семьи, железы в других садах. Ну, это я начал с красивой картинки. Потом вы прочитаете о нашем национальном героине, о слябе, которого изображен сад... Вот его боевой топор. И он изображен садоводом. Вот. Значит, производственная практика. А, я вам уже фотографию показывал. Недавно мой сайт... В общем, меня сравнили с Ашхабадом. Мой клиент с Ашхабадом. Знаете, как логично? Там однажды было минус тридцать. Так, мошеннические сайты. Вы знаете, признание науки не добился. Так. Зато от мошенников добился. Кажется, вот такой квадратик, квадратик. Раз, два, три, четыре. Так, и раз, два, три, четыре. Это получается шестнадцать. А, нет. Двадцать-двадцать квадратиков. Каждый из них... Это сайт. Вот мои, видите, фотографии. Двадцать, сорок, шестьдесят, восемьдесят. Ну, около... Сто или около ста, так? А может, уже и больше. Это на тот момент, когда они были обнаружены. Обнаружены. Вот, видите, фотографии присылают и продают южные саженцы. Не ведом. Дрянь. Вот. Используем мои фотографии, потому что своих садов нет. С тех пор количество увеличилось до двухсот, до трехсот. Идем дальше. То есть вся Россия, вся садовая Россия занимается профессиональным... ...мошенничеством. Так, это мои гости, ученые. Но, к сожалению, эта дружба развития не получила. Вышли мои гости из университета. Подробно я не смогу говорить. Два ведра в кузах аромат и першиков. Бердо Татьяна. Вот. Вот. Так, высылаю фото к четырехлетним першикам. Так. Ну-ка, это здесь, что ли? Ага. Открыть. Вот еще персики наливаются. Жаль, я не смогу вам все показать. Деревьями три года. Сама вырастила из косты. Вот это и есть современная технология, потому что еще есть 10-20 основополагающих. Моменту, как прорастеть, как правильно посадить, как не сгноить. И вот. И еще. Мои клоны, которые очень-очень морозостойкие в них, в эти персики. Даже в косточках персиков внедрены. Они гены маньчжурских абрикосов, которые ранее были привиты на них, на маньчжурские абрикосы. А этого не может быть никогда. Якобы, эффективная гибридизация не существует. Ну что, еще давайте куда-нибудь нажмем. Это я просто хочу сказать, чтобы вы, когда я буду дальше этим заниматься, вот, когда я буду дальше заниматься, пожалуйста, верьте мне. Вот о чем я говорю. А еще персики наливаются. Так, все, посмотрели. Наливаются. Вот. А это что такое? Ох, не открывается. Жалко-то как. А нет, может, откроется. Сейчас посмотрим. Вообще, мы уже поняли. Персики даже в средней полосе России не выживают. Им определили предел выживания 28 градусов. А в средней полосе России всегда будет больше. Почти каждую зиму будет больше. А почему яблок нету? Ну, потому что она ранее, уже опали. Уже опали яблочки? А что у нас осталось на яблоке? Внутри вон яблоко. Ой. Вон яблоко. Интересно. А что это ты тут снимаешь? Грушки. А грушки-то как на яблони. Волшебные. Волшебные. Балдыш. Нет у меня времени, вы поняли, что прививка моих. Это крупные груши, 300 грамм. А так бывает и 400. Лесная красавица из Бельгии. Давно бы в России бы не могла жить, если бы не те хитрости, которые я научил, то, что вы видели. Дальше. Под Екатеринбургом. Сейчас сколько успею? Тут фактов сотни. Звука нету. Скорее, 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 скорее. Скорее, 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 звук где-то. Ну, косточка отделяется. Так, будем время экономить. Это тоже мое. Это Екатеринбург. У Вячеслава Сергеева. Так, пойдем дальше. Что-то выскочило туда. Так, у него еще одно. У Сергеева еще одно видео. Давайте посмотрим. Сегодня 31 августа 2020 год. Вот созрел персик хасанский. Да. Екатеринбург. Беленького. Там вот еще один. Екатеринбург. Вчера я их попробовал. Как теперь? Персик. Мягенькие уже плоды. Так, выключаем. Такого вида они. Не хотят выключаться. Ну и ничего. Все, убрали. Убрали. Так. Раиль Галиев. Башкирия. Внимание. Это все подчеркиваю. Я не выбирал, персик, не персик. Там пойдут абрикосы и много чего еще пойдет. Ну-ка нажали. Второе августа. Башкирия. Город Мелиос. Сегодня у Валерины назначение рождения. Поэтому хотелось бы поздравить с днем рождения. Пожелать долгих и плодотворных лет жизни. В общем, я уже несколько лет у Валерика назначенно выписываю саженцы, черенки, кости. Вот в том году тоже выписал осенью тут вот Гольден Делишест, крово-красный аппорт. Вот прививки в этом году прижились. Вот они все прививки сделаны на сибирскую ягодную. Вы уже поняли. И Гольден Делишест. Приросты дали. И аппорты. Тоже рядом вот персик у меня. Все это от железова. И по двое сибирки тоже от меня. Результат вы видели первый раз за один год. Это тоже, как бы, можно сказать. И этого не может быть никогда. Ладно, пропускаем кое-что. Илья Зайцев, Кубань. Там, дарам, дата, дарам. На этот раз Кубань. А когда у меня был в гостях Курдюмов Николай Иванович, знаменитость наша. Он сказал, на Кубани абрикосы, персики не идут. Это, наверное, благодатный Кубань. Я знаю, почему не идут. Калечат почву, калечат деревья. Много чем занимаются. Так, идем дальше. Итак, Кубань. Это тоже, наверное, Кубань. Это все его, наверное. Вот. Ой, какая красота. Итак, нашего полку прибыло Илья Зайцев, Кубань. А, теперь объяснение. Вот и дождался урожай академика. Спасибо за косточки и саженцы. Так, ну, некогда нам читать. Заказывал косточки. Так, так, ладно. Галина Васильевич. А почему Галина Васильевич? Ладно. Мы все учились понемногу. Добрый вечер. Спасибо, что уделили мне время. Я понял ответ на мой вопрос. На фото Жигулевского есть, правда, на одном. В день своего юбилея. Прививку я делал в 2008 году. Ох, старина глубокая. Вот мои первые ученики. До 2020 года рожай были средние. Молодые годы подмерзал. Затем перестал. Вот такое я получил письмо. Выращивание персика из косточки. Ну-ка, ну-ка. И снова что-то персик сюда часто попадается. Хотя я специально не сортировал по видам. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Чертков. В своих видео я рассказываю о том, как живой обустраиваюсь в лесу на участке земли размером в 2 гектара. Рассказываю, что я здесь делаю, как, зачем и почему. Приятного просмотра. Хочу немного рассказать про... Вот сейчас опять мы не успеем. Я не совсем здоров. Давайте просто почитаем, что он написал. Заказал уже ли звука косточки персика, сделал сертификацию, посадил, вырастил саженцы. И один из них на третий год дал первый рожай. В ролике рассказываю о своем опыте. Ну что, идем дальше. А где он у нас? Ну ладно. Все равно это где-то Европа. Подросли ваши абрикосы. Татьяна Барнякова. Здравствуйте, Валерий Кольцович. Я из Омска. В 2007 году выписывал косточки абрикосов. Еще раз. Ой-ой-ой. Не представляю. Это 14 лет прошло. Засадила весь огород. Раздала соседям. Отбраковала. Теперь это большие деревья. Омск это вам не хухры-мухры. Это кандовая Сибирь. Так, выросли большие деревья по 5-6 метров. Оставила два. Жалко, что два. Очень многое мне занимает место. А в прошлом году оставшиеся дали небывалый урожай. Ветки ломились под урожаем. Спасибо огромное за незабываемые эмоции. Это мне спасибо. А не науке, которая говорит, что этого не может быть. Спасибо за вдохновение к прививкам. Ребята, так мало привальщиков. Скажем, буду все меньше. Это вы заразили меня большинством прививкам. Теперь в моем саду поселились много сортов. Яблони и груши. Некоторые сортов. Аж так. Сейчас я на кухню. Мне надо что-то смочить горло иначе. Я не смогу дальше говорить. Вчера сдал тест на коронавирус. Больница забита. Болеют все вокруг меня. Я еще надеюсь, что окажется, что у меня простуда. Но по-моему, все эти цифры сказочные по телевидению. Действительно сказочные. Но не дождетесь. Я еще вам пригожусь. Это действительно большое счастье. Ощущать себя волшебницей. Внимание. Смотрим. Красивая женщина. Красивые фотографии. Господи. 14 лет у нее уже сад. 14 лет. Вот это да. 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 Еще и яблоки. А какие? О-о-о. О-о-о. Так. Вот. Хотел открыть рот, начать комментировать. Полюбовались? Полюбовались. А здесь еще тоже круто будет. Смотрите. А, не пропустить бы Кемеров. Кемеров это тоже Кондовая Сибирь. Эй. Ой. Испугался, что не откроется. Откроется. Мы сегодня закладываем сад. Распелем с Кузбасса. Это единственная женщина в России, невероятный фанатик нашего дела садового, которая посадила в пришкольный сад с детьми. Когда-то я надеюсь, а у нас чего только в пришкольных садах не растет, учат дебильные программы детей биологии, а ничего не садить не умеют. Я бы такую программу сделал, начиная с морковки, лука и свеклы и кончая персиками. Вот это интересное. Внимание. Нина Акимова. Уважаемый Валерий Константинович, пользуясь случаем, выражаю вам огромную благодарность за косточки, черенки, абрикосов персиковых. Сейчас в среднем положено в городе Ульяновске, теперь уже не только у меня растут ваши крупноплодные абрикосы и персик хасанский. Растут без укрытия. Абрикос один из селевских взрослых из косточки оказался самым крупноплодным. Крупнее, чем из привитых черенками. Это ответ на вопрос. А что вырастает из ваших косточек? А я был, знаете, добросовестно так измазан грязью ненависти двух выпускниц Мирязевской Академии, которые манят себя учителями, которые сказали, Ужелезова, цитирую по памяти, но точно, Ужелезова, значит, получается ложь и мошенничество, потому что, цитирую, она сама содрала эту цитату, у классика, при свободном опылении из семян вырастают, внимание, дички и жердели. А Железов занимается ложь и мошенничество. Что бы я без вас делал бы, уважаемая Нина Акимова? Итак, на рынке, внимание, вот это меня очень, хоть я время теряю на комментарии, но я так растроган, на рынке покупатели не верили, что эти абрикосы растут у нас, они привозны. Я, конечно, рассказываю историю их происхождения. Огромное вам спасибо за ваш труд. Вот так вот. Мне так, ну, это некоторые разъяснения, были вопросы. Урожай персиков этого года, последние созрели в тени, всего четыре ведра. Внимание. Раз ведро, два ведра. А вот персик на дереве. Это мой хасанский. Выращенный черенка привык на сливу местную. Извините за мой кашель. Я все время боюсь успеть бы все сказать, успеть бы все сказать. Абрикос Королевский привит на местную желтую сливу. Это очень интересно, что именно на сливу. Это расширяет возможности, потому что, ну, где набраться по двое абрикосов? Приходится на сливу. И черенка присылал вами. Внимание. Посмотрите на эти мелкие абрикосики. Выращен Королевский клон железа. Из косточки. По отношению на шестой год. Тут надо тушь. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара или хотя бы государственная. Но это я не дождусь. Персик Хасанский. Опять, я же не делал акцент на персики. Но потом будет много про вишни, про сливы и про абрикос. Ну, так вышло. Персик Хасанский черенком на привык дал мне хорошо знакомый садовод. Он когда-то брал у Железова маленьким саженцем. Пошла писать в губернии. Я при реке Персика делал на ветке кронусенца гибридный алычи сорта шатер. Мотайте на вуз. Сверин Михаил Васильевич. Жаль, его не стало. Да, Сверина не стало. И у меня что-то от него есть. По-моему, абрикос. Абрикос. Прекрасный сорт. Называется. Называется. Вот память-то у меня, когда я заболел. Дар небес. Это от Сверина. Сверина не от живых. А память, видите, как. Жаль, его не стало. Жалко. Царство ему небесного. Великолепный был садовод. Прививки сортовых абрикосов сделаны кроной жердели. Так, вы знаете, мы теряем время на... Вы потом так. Отключились. Зашли время. И уже подробно с каждой строчкой будете смаковать. Вот. Наталья Засыпкина. Засвел мой патриарх. Абрикос, ровестик, Машеньки. Который я заказывал у Валерия Константиновича Железова. Он выращивает шикарные фрукты в Сибири. Ага, вы это скажите от Тимирязевской академии. Сейчас сразу все бросят и приедут ко мне учиться. Я так, шучу. А то вы уже смеетесь. И активно делится своими наработками. Он убеждает, прежде всего, своими результатами, что те методы садоводства, которые повсеместно распространены, кажутся незыблемыми, подходят только для южных стран. А нам надо по-другому. Посадка на холмике, другие секреты. Он все это рассказывает всем желающим. И мечтает, чтобы наша страна утопала в садах. Так, что это у нее? Патриарх зацвел. Кстати, это тоже чудо получится потом. Ох, не успею я вам, друзья, все рассказать. Осталось пять минут. Так. Ну, это расшифровка идет. Александр Горелок. Персик Хасанский. Созрел Тро. С сентября 20-го года. Вот он, мой любимый. Горелок, это наш человек. Форум. Смотрим, что там за Сергей. У меня плохая память. Я раз сюда перенес папочку и забыл. Даже не знаю, о чем речь сейчас пойдет. Эта информация сильно много. Слишком много запросов. Это что значит, что мы не увидим еще одно достижение? Показать оригинал. Так, неужели мы не увидим? Ну-ка, назад. А, ну ладно. Давайте дальше. Персик Хасанский от железа. Ух ты, тоже давно. Десять лет. Поросы, сливы, Москва. Район Митина. Ничем не укрывал. Цветет три года. Глады, смотрели первый год. Все съели прохожие. Девятого мая кто-то выкопал рядом пару цветущих абрикосов. На даче растут сельцы из кости Хасанского. Пока только цветение. Прививках, ну и так далее, и так далее. Все прививки на сливе. Интересно, как перезимуют. Сейчас я расскажу. Дело в том, что я в этот случай заполз чем? Значит, съели прохожие. Я так понимаю так. Там у него получилось, что абрикосы выкопали рядом. А абрикосову все-таки кто-то узнал. Ага, вот он посадил прямо поселке всем на радость. Так бывает. Кто-то приглядел абрикосы и выкопал их. А персик почему дожил до плодошения? Потому что его листья вот эти длинные, как у ивы, никто никогда не видел. Это наш уровень. Никто никогда не видел персика в виде зеленого дерева. И украли бы еще быстрее абрикосов. Но никто не догадался, не сообразили и не узнали. И вот, пожалуйста, съели прохожие. Ну что, здорово? Ну вот бы вся страна. Представляете, на всех городах, везде вдоль дорожек растут персики. А это первый случай. Это сколько впереди еще надо? Это его фотографии. Красиво? Зима, неукрованные. Аля-ля-ля-ля-ля, Подмосковье. А вот он, вот он, вот он. Ой, здорово. И уже, я так понимаю, он живой. Только потому... У нас ничего не... Попробуйте, чемодан положите, набейте его кирпичами. И положите где-нибудь тут, вот тут же рядом, где машина стоит, вдоль трассы. Вот. И через полчаса чемодана не будет. Такое полчаса, через пять минут. А здесь спасло только то, что никто не знал, что это такое. Дикоросы, дикоросы. Ну кто, когда персики садил на общее обозрение? Там, дарам, 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 моя радость. Так, двадцать. Осталось одна минута. Ну что, надо еще один фильм делать. Скловкин, Владимирская область. Плодосящий персик от Железова. Так, что же нам делать-то? Считаю себя учеником Железова. Ёлки-палки. Так, друзья, пошла последняя минута. Что же нам делать? Как-то бы закруглиться. Итак, смотрите. Первая, вторая, четвертая серия посвящена великими именами. Еще поговорим про Лысенко, он это заслужил. Проговорим про Тимирязева. Его пару, его одно замечание принесло страшный вред. То есть, это так же, как бы вам сказать-то. Можно сделать лекарство, а можно, по этой технологии, сделать отравляющие газы. Понимаете? То есть, в одной концентрации она спасет человека, в другой убьет человека. Так случилось и здесь. Одна фраза Тимирязева привела к страшным, это я вас даже к какой-то степени интригую, привела к страшнейшим последствиям. И я вынужден вернуться и начать чуть ли не. Сначала с Греля, с Ламарка. Вы поверите, я бы чуть со стула не упал, когда оказалось, что Чарльз Дарвин был сторонником в интенсивной генерализации. Все заканчивается, само отключается. Это будет третья серия. А потом, наверное, на этом еще продолжим именно эту тему. В чужих садах.